Услышать профсоюзы, помочь им в продвижении и развитии. Таков главный посыл Дней Федерации профсоюзов Якутии в Ленском районе. Организаторы довольны проведенными мероприятиями и высокой эффективностью встреч с работниками предприятий. Алла Авдеева продолжит тему. Впервые подписано соглашение о взаимодействии Ленского района и Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия. Церемония состоялась во время рабочей поездки в Ленск, приуроченной 95-летию профсоюзного движения Республики. Стартовали тематические дни торжественным собранием с участием профсоюзных активистов Ленского района. Николай Дегтярев рассказал, какие задачи стоят перед профсоюзами сегодня и чего удалось добиться в рамках трехлетнего соглашения правительства Республики, Объединения работодателей и Федерации профсоюзов. Основным достижением можно сказать то, что все-таки дополнительно было подписано соглашение о доведении уровня минимальной заработной платы до правительственного минимума. Хочу сказать, что только в 8 регионах страны этот показатель достиг. Не зря на Генеральном совете ФНБ этот вопрос ставится одним из самых важных. Руководитель одной из самых массовых профсоюзных организаций Дальнего Востока отметил, что несмотря на номинальный рост заработной платы за 2015 год и по оценке текущего, идет ее реальное снижение. С этим профсоюзы категорически не соглашаются и ставят вопрос об индексации заработной платы перед работодателями, повышении оплаты труда и индексации в бюджетной сфере. Но не только о делах говорили в этот день. Кульминацией стало подписание первого в истории соглашения о взаимодействии Федерации профсоюзов Республики и муниципального образования Ленский район. Выезды эти очень эффективны. И с той, и с другой стороны. Ну и тем более, когда мы подписываем соглашение о сотрудничестве. Кроме этого соглашения идет переговор с руководством. И мы говорим о том, чтобы все-таки обращали внимание деятельности. И с другой стороны, содействовали их продвижению или развитию. Потому что все-таки это профсоюз, это не одно лицо. За ним стоят трудящиеся. Иной раз тысячи людей стоят. Поэтому их мнения должны быть учтены и услышаны.